Мне признали в 8 утра, сказали, что сегодня люди одетые вооруженные захватили милицию. Я начала разбираться, что это за люди. Вы же понимаете, я пошла прямо к ним туда. И вот так вот шла и показывала, что нету ничего. Оказывается, это те люди, которые сегодня против власти в Киеве. Я вам говорю так, как они мне говорят. Это те люди, которые захватили область полком. Это Донецкое ополчение, которые сегодня хотят сказать, что они сегодня есть. Сегодня не только наша милиция, но и Гарбаторский, Константин и Петрушковки. Не надо меня снимать. Что вы меня снимаете? Я чтобы успокоить. Вы не представляете, что будет. А что ты организовала вот это беспредельно? Вы что, не могу? Подождите, подождите. Вы не надо придирать, что вы не портите. Я еще раз говорю. Я попросила. Они захватили всех работников милиции. Я привела переговоры. Отпустили всех женщин. Отпустили тех милиционеров, которые там сегодня... Ну просто работники милиции. Просто ни одного человека пострадавшего нет. Сказали двое. Ни одного пострадавшего нету. Все. Все. Мужчина, слушаем мы. Что вы перебили? Они... Я все, что сделала. Я сегодня у меня с телефона руководители области, страны. Я набрала телефон. Дала им телефон. Я как парламентарий. Я не хочу, чтобы сегодня в городе моем не погиб ни один человек. Понимаете? Я дала телефон. Они сказали, а то там тем передали, что какие сегодня у них есть вопросы. Вопросы о том, чтобы там и то, и то, и то. То, что сегодня выставляется в области. Вы все слышите это, что выставляется возле области полкома. Они хотят поменять власть в Украине. Провести референцию. Да. Провести референцию. Люди, земляки, а мы мудрые с вами, мы с мозгами. Дебилов нет среди нас. Поэтому давайте правильно себя вести. Выбираем правильное поведение. Мы на провокации не ведемся. Я к этому никакого отношения не имею. Я вам скажу, что мы оделись и собрались ехать в лес подышать свежим воздухом. Я вот в спортивном костюме. Я когда проезжали, мы все до ГОС, мне позвонили и сказал, Хайло, хирург, говорит, Нелли Горевна, возле музея собираются человек 150 военных вооруженных людей. Я когда уже подъехала сюда, они уже захватили милицию. Без единого выстрела. Остреливались наши ребята. Но пострадавшие, естественно, стороны, там один или два человека точечно раненые. Все, больше наших никого нет. Поэтому я прошу, давайте тихо, спокойно. Пусть сегодня все это, не приходите, этот долбанный периметр. Не надо сегодня провокации. Я иду туда, никто не погибнет. Если вы сегодня, не будете это все переходить. Никто ж нас не оставит от них, ни с одной, ни с трой стороны. Давайте примем какое-то решение нормальное. Кто сегодня за то, чтобы был мир, мы с вами. Все. Вот давайте встанем. Сегодня еще раз говорю, это люди приехали с Донбасса. Они приехали сегодня оттуда. Оттуда приехали сюда. Давайте, что мы пойдем опять сами на себя. Я углянула, один славяник, второй, третий, четвертый. Это наши славянцы тоже. Чек писят. Душа будем муртевать, брат, брат. Нет, не никогда. Я предлагаю, давайте без скандала, без ссор. Переживайте, а тут переживайте за периметром. Я вышла, рассказала. Они сейчас договорятся, и все будет нормально. Провокаторы сегодня. Есть такие, как только видите провокатор. Пойдем. Так за шею гоните его, понятно? Никаких провокаций. Они выставят условия, их услышат. Слава Богу, вы-то брошу, что угодно. Но я вас прошу, без войны, без убитых. Я себе этого не прощу, я вас вас прошу. Я пошла туда, стойте тут, ребята. Поставьте кордон с этой стороны. И не пускайте туда людей. А я буду там, я не боюсь. Хотя я вам говорю, я иду, и пистолеты, автоматы все на меня. Лиля Игоревна, можно вас задать вопрос? Да. Я всегда смотрю вас чистой душой по телевизору и ожидаю ваших успехов. Вот объяснить, пожалуйста, почему оттянулось время с этим референдумом? Потому что сегодня... Потому что многие за. Потому что боятся там его проводить. Сегодня там боятся людей. Я не боюсь. Я иду к вам. А кто еще сюда выйдет? Они там боятся, трусятся людей, понимаете? Почему дотянуло это оружие? Потому что, знаете, а я скажу, кому война, а кому мать видна. Вы это знаете. Вот те, кто кому мать видна, сегодня хотят войны. А мы ее здесь не допустим. Нет, не допустим. Я прошу. Так, Замила Ивановна, вот с пацанами, стойте, держите пилиметр. Я пошла туда. Так, товарищи, давайте успокоимся. Я не знаю, что здесь пустим. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ